Друзья, всем привет! Компания OnePlus готовит к выходу свои новенькие смарт-телевизоры, которые получат название OnePlus TV Q2 Pro. И я, собственно говоря, сегодня здесь для того, чтобы вместе с вами посмотреть, а какой получится данная новинка. Если вам интересно, усаживайтесь поудобнее и погнали! И в данном видео мы с вами поговорим про большую модель данной линейки, а именно на 65 дюймов. Возможно, в линейке будут и другие диагонали, но в данном видео 65 дюймов. Большая, классная QLED панель с разрешением 4К, 3840 на 2160 точек, с частотой обновления в 120 Гц. Просто пушка, панель классная, с высокой частотой обновления, подойдет как для просмотра фильмов, так и для просмотра сериалов, различных картинок, фотографий и, что немаловажно, также подойдет и для игры. Не для профессионального гейминга, потому как непонятно, сколько там будет время отклика этой самой панели, я так подразумеваю, что не будет там одной миллисекунды, но вот так вот просто после рабочего дня прийти, увалиться на диван и поиграть в какую-нибудь PS4 или PS5 на данной панели будет одно удовольствие. К слову говоря, QLED 65 дюймов, 120 Гц, что еще нужно для счастья. По начинке пока что не так много информации, например, инсайдеры не раскрывают, какой точно процессор будет установлен в данном телевизоре, но по опыту могу сказать, что будет, например, Cortex-A55. Этот процессор четырехъядерный, его вполне достаточно для всех задач, которые поставляются на данные устройства. И, собственно говоря, такие процессоры и устанавливаются практически в каждое подобное устройство. По оперативной памяти зато известно, что будет точно 3 ГБ, по внутренней, собственная внутренняя память 32 ГБ. А в качестве программной начинки будет использована операционная система Google TV с фирменным графическим интерфейсом Oxygen Play. Еще хотелось бы отметить в данной новинке, конечно же, акустическую систему. Здесь она будет выдавать суммарно 70 Вт с поддержкой технологии Dolby Atmos. И я вам могу сказать, что у меня есть дома Samsung 2015 года выпуска. И в то время данная компания делала просто идеальные телевизоры в плане звука. Там общая мощность 80 Вт. И я вам могу сказать, что орет он просто как не в себя. И к тому же в то время производители вставляли в подобные устройства еще и сабвуферы. Звук из того телевизора просто для меня идеальный и очень мне нравится. Сейчас уже большие компании такого не делают, к сожалению. Например, у Samsung в новинках там, дай бог, чтобы было 20 Вт мощности. Поэтому здесь 70 Вт у компании OnePlus. И я думаю, что это будет очень круто. Звук должен быть ну просто потрясающий. Громкий, чистый и еще из технологии Dolby Atmos. Просто пушка нас с вами ожидает. В любом случае, это точно будет глоток свежего воздуха на фоне вот этих, как я уже упомянул, новинок от больших игроков, которые вставляют в свои телевизоры вот такие вот динамики малой мощности по 20 Вт максимум. Кроме того, по данным инсайдеров, телевизоры будут иметь безрамочный дизайн. Корпуса из материалов премиум класса и поддержку управления через смартфоны и смарт-часы OnePlus. Сетевые источники приписывают будущие новинки поддержку стандарта HDR10+. Ну, кто бы сомневался в подобном классе устройства и технологии MEMS. Ну что ж, друзья, вот такая вот классная новиночка нас с вами ожидает. Настоящий глоток свежего воздуха в телевизоростроении. Новый смарт-ТВ от компании OnePlus, который получит название Q2 Pro. Но пока что, к сожалению, инсайдеры не распространяются. Когда все-таки произойдет анонс и сколько данное чудо будет стоить. Но обнадеживают нас, говоря о том, что точно в этом 2023 году. Что ж, друзья, как говорится, поживем-увидим. Что думаете вы по поводу вот такой вот классной панели на 65 дюймов, 4К, 120 Гц, крутая аудиосистема и все-все-все то, что я рассказал вам выше. Свое мнение по поводу этого всего отпишите в комментарии к данному видео. Ну а я на этой ноте буду заканчивать данный ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте свои царские лайки. Также подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Dzen канал, на мой Telegram канал и вступайте в мою группу ВКонтакте. А я с вами не прощаюсь, мы еще увидимся в интернете. Всем пока!